С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Почта России стала еще ближе. В сентябре текущего года предприятие было включено в реестр поставщиков социальных услуг. О новых должностных обязанностях почтальонов расскажем сегодня. Не пора ли поменять резину и как правильно это сделать? На территории Ненинского округа наблюдаются устойчивые минусовые температуры. Реклама – не только двигатель торговли, но и увлекательная профессия для тех, кто ее выбрал. Сегодня в России отмечают День работников рекламы. Председателем городского совета Нарьинмара стал Юрий Суський. Новый спикер избран на внеочередной сессии городского парламента. Его кандидатуру предложила депутатская фракция партии «Единая Россия». Из 13 присутствующих на сессии городских парламентариев 12 отдали голоса ему. Всего в городском совете Нарьинмара работают 14 депутатов. 13 из них представляют «Единую Россию». Один из мандатов оказался вакантным после наделения теперь уже экс-спикера городского совета Дениса Гусева в сентябре текущего года полномочиями сенатора от исполнительной власти Ненинского автономного округа. В своем выступлении после завершения тайного голосования вновь избранный председатель городского совета Юрий Суський поблагодарил коллег по партии и депутатскому корпусу за доверие. Первая задача, которую я вижу в ближайшее будущее, это принятие сбалансированного и устойчивого бюджета, который бы позволил на перспективу в 2021-2023 годах продолжить работу всех муниципальных предприятий, а также те мероприятия, которые были приняты в рамках комфортной городской среды. Задачи непростые. Мы видим, что бюджет окружной уже просел на 2021 год с дефицитом в 14,7%. Но я думаю, что тот жизненный опыт, который у меня присутствует, который имеется в команде горсовета, поможет нам принять нормальные, адекватные задачи, скажем так. Юрий Суський родился в 70-м году в Хмельницкой области. Окончил Калининградский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. До настоящего времени работал директором Центра природопользования и охраны окружающей среды Ненинского округа, депутат Совета городского округа, город Нарьинмар. Сегодня вся Россия отмечает День работников рекламы. Этот праздник отмечается с 1994 года. Какую роль в нашей жизни играет реклама, а также о специалистах своего дела в нашем следующем материале. Вы узнаете этот голос? Голос на волне радио Север-ФМ. Знакомьтесь, это Лидия, наша коллега и высококлассный специалист по рекламе. Ее голос звучит ежедневно в эфире регионального радио и знаком каждому слушателю. Когда я приехала сюда, я пришла сюда работать в телерадиокомпанию. Что меня цепануло, наверное, то, что здесь команда творческая, команда, которая горит в основном за идею, которая загорается при работе над каким-то определенным проектом, загорается глаза, и все на едином дыхании мы рвемся куда-то к единой цели. Люблю в своей профессии, что у меня нет монотонной работы. Знаете, говорят, что у людей спустя 2-3 года им нужно менять профессию или место работы. Я считаю, что я абсолютно на своем месте. Лидия приехала к нам из Архангельска, где училась по специальности маркетолог. Специальность настолько увлекла Лидию, что она не раздумывала о том, где же будет работать дальше. Ответ однозначен – сфера рекламы. Я очень люблю наблюдать, как растет, допустим, бизнес людей, с которыми я работаю. Потому что приходят, допустим, у истоков, а вот говорят – помогите. И ты работаешь на развитие бизнеса вместе с ними. И вот когда спустя год-два ты видишь, что человек встал на ноги, мне кажется, это дорогого стоит. За плечами Лидии интересные проекты – аудио, видеоролики, фильмы и другие рекламные продукты. Один из последних случаев – это когда мы делали фуд-съемку для мясокомбината. И когда выбежали, ну, наверное, полколлектива, пришли в студию, мы снимали это в студии. Пришли в студию, ребята прибежали, монтажеры стали операторами. И все, кто как умел, что умел, предлагал свои идеи, там выстраивали свет. Это очень интересно, это очень увлекательно. И когда ты видишь, как горят глаза у твоих коллег, ну, ты знаете, это как одна большая семья, которая вот ведет к единой цели. И если наша коллега, ведущий менеджер по рекламе, конкретно знала, к чему лежит ее сердце и осознанно выбрала будущую профессию, то Сергей Комаров изначально получил юридическое образование. Однако на рынке труда данная профессия не имела популярности. Тогда Сергею попалось на глаза объявление о наборе специалистов в первое рекламное агентство. По объявлению я нашел, что требуется дизайнер, первое рекламное агентство. Я вот пришел к руководителю, к Микелу Николаевичу, все, провел собеседование. На следующий день я уже пришел на работу, начал у меня все тут с испытательным сроком, все, потихонечку набираться опыта и уже все взяли меня на постоянную работу. Я тут уже здесь работал 2013 года. То есть, получается, сторожил. Сергей признается, больше нравится работать над большими проектами, ведь именно тогда начинается настоящее творчество. Просто я работаю из-за того, что мне нравится работа. Именно вот этот творческий подход, рисование, потому что с детства я любил рисовать. Работа очень интересная, творческая, ответственная перед заказчиком, потому что заказчики ставят условия, сроки, и это надо все сроки исполнять. День рекламщика становится в России все популярнее, ведь в этой сфере работает сегодня немало специалистов – от пиарщиков до маркетологов. В свою очередь, коллектив телеканала «Север» присоединяется к поздравлениям. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». С доставкой на дом. Почта России включена в реестр поставщиков социальных услуг в сентябре текущего года. О новых должностных обязанностях почтальонов и о том, насколько данные услуги востребованы в Нарьинмаре, расскажет Александра Литкова. Если раньше рабочий день почтальона начинался с разбора и сортировки газет, писем и журналов, то сейчас в его обязанности входит и доставка продуктов на дом, заполнение квитанции, а также ряд других социальных услуг. То, что мы сегодня можем предоставлять социальные услуги, это очень удобно, как населению, так и особенно пенсионерам. Также мы тесно сотрудничаем с такими социальными органами, как медики. Это благодаря нам может помочь следить за здоровьем пенсионеров. И мы предоставляем на дом продукты. Кроме продуктов питания, заказать на дом можно и товары первой необходимости. Почтальон заполняет бланк, собирает всё необходимое в отделении и отправляется к клиенту. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, Серафима Никифоровна. Серафима Никифоровна встречает почтальона и сверяет принесённые продукты со своим списком, а также получает чеки и корреспонденцию. Пенсионерка признаётся, несмотря на то, что отделение почты находится рядом с домом, всё-таки удобнее, когда можно всё необходимое заказать на дом. Девочки знакомые, я позвоню им, чтобы мне принесли что-то, перечень продуктов, например, нужно мне, они там наберут набор и принесут. Кроме того, они носят нам газеты, пенсию приносят, корреспонденцию разную, даже журналы можно купить, конверты купить. В общем, это всё очень даже приближает услуги к нам, к пенсионерам, которые болеют. Вот, например, я болею и хожу кое-как с палочкой. И для меня это очень приятно, когда приходят и заботятся о нас, престарелых людях. Серафима Никифоровна сама более 40 лет отработала в почтовом отделении. Говорит, труд работников сильно изменился. Ну, раньше, конечно, труд был сложнее, тяжелее. Ручной труд был, и нагрузка была очень большая. Люди выписывали очень много газет, разнообразие было, подписки журналов много выписывали, очень много открыток посылали, и приходило к нам много открыток посылок очень много, особенно летний период, фруктов много люди посылали и получали здесь. Желающих получать социальную помощь от сотрудников почты на сегодняшний день только растет, ведь услуга по доставке бесплатная, клиент платит только за товар. Когда начало месяца, пенсии, в особенности социальные выплаты, здесь просто у нас очередь сначала за пенсии, потом сюда в кассу, потому что всем надо. Когда-то почтальонам звонят на личные номера, бывает, на рабочий номер звонят, и заказывают просто. Почтальонам ходят со целым списком, они тут ходят и собирают товар. Я сама работала почтальонами, я с этим очень хорошо знакома. Для получения услуг на дому клиент должен иметь основания, письменно подтвержденные в отделении соцзащиты. Почта России является партнером государства в предоставлении социальных услуг. Сотрудники почты и почтальоны всегда пользовались доверием и авторитетом у жителей Заполярья. Особенно это касается маленьких населенных пунктов, где каждый житель знает своего почтальона и рад поделиться своей радостью или печалью. Особенно это касается, например, здоровья. И это очень хорошо, что Почта России сегодня включена в реестр поставщиков социальных услуг. Сегодня у нас есть такая возможность давать наши услуги жителям Заполярья, нашим пенсионерам. Почту России в реестр поставщиков социальных услуг включили в сентябре этого года. Это еще один шаг к повышению качества и совершенствованию системы социальной защиты населения. Граждане могут сами выбирать поставщика социальных услуг, и это не обязательно будет Почта России. Но уж так сложилось, что сотрудники почты всегда пользовались доверием и авторитетом среди жителей Заполярья. Ну и почтальон, как человек, который приносит пенсию, теперь сможет и малобобильным группам нашего населения принести продукты, лекарства, что и облегчит нашему населению жизнь в тяжелых климатических условиях. Поэтому я считаю, это событие важным в нашем округе. Заказать необходимые услуги можно непосредственно в почтовом отделении или по телефону. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В столице Заполярья вторую неделю столбик термометра опускается ниже нуля. А это значит, необходимо водителям автотранспорта поменять летнюю резину на зимнюю. В связи со сменой погодных условий водителям необходимо поменять резину на своем транспортном средстве, ведь благодаря этому будет уменьшен тормозной путь и сцепление в Искольской дороге будет лучше. Для статистики скажу, что в 2019 году в связи со сменой погодных условий у нас было совершено более 30 дорожных транспортных происшествий с материальным ущербом. Чтобы не попадать в ДТП и не рисковать жизнью и здоровьем, заранее распознавать какую-то потенциальную опасность, правильно выбирайте манеру поведения на дороге в зависимости от погодных условий. С наступлением холодного сезона каждый автовладелец задумывается о смене летней резины на зимнюю. Поэтому, как советуют автомеханики, переобуваться необходимо, как только температура опускается до 5 градусов и вот уже близится к нулю. К нам часто приезжают машины, вроде бы резина зимняя, но шипов как таковых нет. И поэтому устанавливаем ее, ну, потому что просят люди, а по факту она ничем не помогает на дорогах, поэтому опасность все равно существует. Весной при переходе с зимней на летнюю резину чаще люди задерживаются с этим, ездят около двух недель, а то и месяцев нескольких на зимней резине, и поэтому шипы, они вылетают. И также еще портится дорога, асфальт. И поэтому, когда они приезжают уже зимой менять резину на зимнюю с летней, то с головой у рук, с руками у головы, смотрят на свою резину и не понимают, как они на этом будут есть, потому что шипов почти не осталось. Естественно, аварийность на дорогах повышается. Также на качество резины влияют условия хранения. При неправильном хранении шины могут деформироваться, после чего их можно отвезти в пункт приема старых покрышек или на дачную клумбу. Поэтому хранить резину, где попало, не стоит. Самое главное, что необходимо знать, хранить резину на дисках нужно в прохладном и темном месте, в подвешенном состоянии, либо в стопке, а шины без дисков в их рабочем положении стоя. Многие автолюбители не имеют гаража или помещения для правильного хранения резины. Именно поэтому появляются организации, которые окажут помощь. Услуги предоставляют по хранению резины. Не обязательно зимние, можно и летние. И велосипедов там, так как столкнулся с такой ситуацией, у друзей слышал, что резину негде хранить. Жены ругают то, что на балконе хранится, а велосипеды захламляют лестничные пролеты. Вот решил предоставить такую услугу городу. Что касается погодных условий, то по прогнозу Северного ОГМС, до конца недели сохранится температура ниже нуля. До конца недели по городу Наринмар ожидается облачная погода, преимущественно с осадками в виде снега. По температурному фону мы ожидаем ночью от минус 7 до минус 9, днем от минус 1 до минус 4 градусов. По направлению ветра и силы у нас будет ветер северо-восточных направлений, северо-западных направлений. Сила ветра примерно 2-7 метров в секунду. Добавлю, на данный момент уже выпала месячная норма осадков. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал Север. С 1 ноября 2020 года в силу вступает новый государственный стандарт, регулирующий создание временных зимних автодорог и ледовых переправ. Стандарт разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Это уникальный ГОСТ, разработанный специально для арктических регионов. При работе над ГОСТом учитывались замечания и использовались наработки нефтяных организаций, а также Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа. До этого в России использовались только ведомственные строительные нормы, разработанные в 1989 году для Сибири и Дальнего Востока. Для Крайнего Севера нормативной базы не было. Условия устройства и эксплуатации зимников и ледовых переправ у нас значительно отличаются от условий Сибири и Дальнего Востока. Один из примеров. В условиях тундры болота, как правило, мелкие, а в Сибири, наоборот, глубокие. Если в наших условиях тундры поверхность прожимают тяжелой техникой, чтобы воду выдавило для скорейшего образования ледяного дорожного полотна, то на глубоких торфянниках в Сибири технология совсем другая. Там поверхность намораживают. И таких моментов, касающихся непосредственно Ненецкого округа, в Новом ГОСТе много. Решение об открытии зимних дорог принимается с установлением устойчивого снежного покрова, защищающего целостность оленьих пастбищ. В прошлом году передвижение транспорта по тундре разрешили 3 декабря. Человек с природой тесно связан. Иногда эта связь играет злую шутку, особенно с чувствительными к погоде людьми. Как помочь себе при перепадах атмосферного давления в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. То есть, если у меня начало ныть правое колено, значит, всё. А завтра будет холодно. Домашний гидромедцентр. Так ласково Екатерину нашу коллегу называет в семье. Девушка ещё в подростковом возрасте поняла, что тесно связана со сменой погодных условий. Именно тогда Екатерина начала следить за своим здоровьем. Однако на себя не всегда хватало времени. В гонке будних дней реально очень не хватает времени на то, чтобы уделить побольше внимания своему здоровью, как-то вникнуть во всё это, может быть, попить какие-то травки, как-то нормализовать своё состояние вне зависимости, чтобы это не влияло на изменение погоды. Поэтому приходится, как и все, на ходу выпить таблетку какую-нибудь от головной боли, от давления и вперёд. И одно просто ты понимаешь, что у тебя нет возможности, чтобы полежать лишний раз дома, поумирать. И кто, если не мы, соберёт новости и расскажет о них нашим телезрителям. По словам медиков, человек слишком восприимчив к колебаниям погоды из-за ослабленного иммунитета или хронических заболеваний. Причём организм реагирует не на саму погоду, а на её резкое изменение. Это проявляется недомоганием, спазмами и болевым синдромом, которые могут продолжаться до четырёх суток. Продолжительность зависит от организма человека и его возраста. Для того, чтобы уменьшить все эти симптомы, это зарядка по утрам, завтрак, полноценный завтрак, затем закаливание по возможности, контрастный душ, прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений своевременное. А самое главное, по словам специалистов, сохранять спокойствие. Ведь у людей, живущих в условиях Крайнего Севера, организм находится в постоянном стрессе. По данным Росгидромета, у нас пик магнитной бури приходится на период с 21 по 25 октября. После 29 октября магнитосфера Земли уже придёт в норму. Чем сильнее солнечная активность, которая вызывает магнитную бурю, тем сильнее влияние на человека, который зависим от этих метеоусловий. И, конечно же, на всех будет влиять это по-разному, но после 29, уже к концу месяца, мы уже не будем ничего замечать. Однако, в магнитных бурях есть и свои плюсы. В это время жители Севера могут наблюдать прекрасные явления – северное сияние. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Владислав Ткачёв, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.